Именно житель Затобольска Николай Блажевич находился за рулем газели, которая в июле этого года возле одного из кафе сбила молодую женщину. Как мы уже рассказывали ранее, со слов матери пострадавшей, на езду предшествовал конфликт. Но начался он из-за неадекватного поведения сбитой девушки. Об этом заявляет Рада Васильева, жена Николая Блажевича. Спустя три месяца женщина решилась рассказать нам свою версию событий. В тот вечер, рассказывает Васильева, в кафе они с мужем были вместе с сестрой и подругой. Не трезвая Илона Горелова, по словам Рады, неоднократно нецензурных оскорбляла, а когда муж ушел оплачивать счет, и вовсе замахнулась на нее рукой. Есть показания с ее стороны, что это было на самом деле. Подошел мой муж, просто нас растолкнул. Все. Ну вот, девочки, вы что? Вот тут полетает Василий, как я сейчас не стала известна по материалам дела, ткач, вылетает, будучи боксером профессиональным, наносит такой удар в лицо моему мужу, который просто падает, начинается борьба. Мы их растянули, конфликт был исчерпан, я вывела своего мужа из кафе. Женщина отмечает, что еще до драки муж был не совсем дееспособен, у него частично парализована одна нога, чему есть медицинское подтверждение. На улице в ожидании вызванного такси она стала вытирать с Николая кровь. Оборачиваюсь, бежит толпа, опять этот Василий подлетает, опять начал такой силы, он нанес моему мужу удар, который упал, как стоял, просто упал на брусчатку, после чего нам стала поставлена острая черепная мозговая травма, понимаете, у человека просто сотрясение мозгов настолько было от удара, мы опять начали кричать, тут уже я понимаю, что нас просто убивают. На сестре Рады, по ее словам, просто изорвали верхнюю одежду. Женщина решила спасти себя и родных бегство, но вспомнила, что на стоянке стоит их газель, в которой они и укрылись. Удар, вспоминает Васильева, начали сыпаться на машину. И тогда Николай, по словам Рады, и попытался выехать из толпы и сбил девушку. Факт причинения тяжких телесных повреждений они признавали с самого начала, но покушения на убийство, заявляет женщина, не было. Васильева отмечает, что таких последствий вообще могло и не быть. Вызвали милицию, там было два парня на белой семерке, они видели тот факт нашего избиения, они это видели, они это допустили. Это тоже есть в поверялых дела, показания свидетелей. Потом, когда мы сели в машину, они стояли на крыльце кафе, и когда нашу машину ломали, они тоже не приняли никаких действий, понимаете. Если бы тогда они пресекли хулиганские действия той стороны, ничего бы сегодня не было. Сестра Рады Вера, кстати, подала заявление по поводу ее избиения Илоны Гореловой, однако, говорит девушка, за три месяца никакого решения по нему не принято. В ближайшее время описанные события будут рассмотрены на новом уровне. Дело о конфликте и его последствиях уже передано в специализированный уголовный суд, где сторонам наверняка предоставят возможность высказать свои версии событий. Дмитрий Гуренко, Виталий Луговской, РТН.